Анапа это город живодерня. Здесь на каждом углу мучают животных. Тут несчастные хенгуру, как у маленького вольерщики заперты. Тут лемуры, вон дети к ним подходят, дети начинают их мучить. Что изменилось в 2022 году, когда до начала 2022 года организация, которые используют животных в культурно-зрелищных целях. Обязаны получить в Россельхознадзоре лицензию на такую деятельность. Документ разработала Минкультура с привлечением специалистов и профессионального сообщества. Эти организации должны были устранить недостатки и работать согласно требованиям. Не устанешь, не устанешь. Идем, идем, идем в зоопарк. Макарушка, иди сюда, нам сюда. Быстро, 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 быстро. Здравствуйте. Можно кормить? Можно кормить, можно трогать животных. Если надо, скажу, какие животные есть. Ну надо, конечно. А кто у вас трогательный? У нас есть семейство кенгуру с кембурятами. Единоты, барсук, обезьяна, лемур, белки, осли, краски, свинки, кролики, шершиллы, попугаи. Также говорящие есть ворон, большой кодочки, коровечка. А вот ослик. Вот ослик. Где у него травка? Мама, иди. Сейчас, сейчас. Привет, ослик. Макар, это ослик. Чего? Смотри, это заяц. Это шиншилла, Макарушка. Это не заяц. Это шиншилла. Макар, зайцы тоже кусаются. Запомни. Вот его вольер. Травы нету. Это копытное животное, у которого должна быть трава. Ну, я еще поинтересуюсь. Ой. А это морские свинки, Макар. Они не кусаются? Кусаются. Все кусаются. Все кусаются. Как а птичек тут много. Как много. Малыш, ты голодный. Ты голодный. Ты кушать хочешь. Боже мой, боже мой, бедный ребенок. Я не знаю. Ой, ой. Ну, я просто не могу. На, держи. Ешь. Ничем не надо. Мы уже все скормили. Так, а тут енот. Привет, енот. Привет, енот. Я знаю, что еноты очень врачливые. Могут очень сильно покусать. Привет. Привет. О, а здесь у ворона защитная. Есть небольшая сеточка. Видимо, товарищ может клюнуть. Привет. 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 Что ты говоришь? Что ты рассказываешь? Ну, мы вас видим. Вот кенгуру. Их потрогать можно. Ну, домика спрятаться тоже нету. А, вот. Козель на фотообои. А вот нас Сухи и Барсук. Какой ты красивый. Привет. Еще покажи свои зубы. Тут двойная сетка. Палец сложновато протянуть. Ну, вот. Вот. Барсук, Носуха и енот. Вот такая клеточка. Тоже зелени нету. Это, видимо, кому-то. Можно, кому-то нет. Привет. Зеленая мартышка. Вот козочки еще. Мослики, козочки. Без этого зеленого выжила. Их можно потрогать. Да? Да. Да. А вот еще один зоу. Птичник. И тоже зелень. Солнце и натуральный грунт, только на фотообоях. А вот крокодиловая ферма. Крокодилы, реально живут друг на друге. Но еще более интересен вопрос. В зимнее время где? В каких условиях их содержат? Так что же изменилось в 2022 году? Еще цыпленок. Да, маленький цыпленок. А вон еще яйца натаскали, посмотри. Ничего не изменилось. Наказали только льва Тиграна и его попечителя, закрыв от посетителя и льва и океанариум. Остальные работают под черным флагом, нарушая требования 1937. Первая точка звером-учителей. Я такой концентрации вот этих вот так называемых зоопарков не видел вообще ни в одном городе. Ваше к этому отношение? Мое отношение? По-честному. Да. Крайне негативное. Почему они существуют? Потому что они не нарушают требования российского законодательства. Нарушают? Нарушают. На сегодняшний день Василий Александрович нарушают требования использования животных в культурно-зрелищных целях. А закон должен быть равным для всех. А животные должны содержаться в нормальных условиях. Согласно ГОСТОН, сделайте что-нибудь хорошее и для животных, и для жителей города, и для туристов. Перенесите всех животных за городскую черту, в Анапский район. Создайте достойный, городской. Анапский. Зоопарк.